According to your statement, it was a single content update that has managed to shut down air travel, credit card payment systems, banks, broadcasts, streetlights, 911, emergency around the globe. Здравствуйте, друзья! Странную картинку сегодня нашел в комментариях в своем телеграм-канале. Кстати, подпишитесь на него, там совсем чуть-чуть до 20 тысяч осталось. Ссылка в описании. Смотрите, Ukraine Incident, а затем Major Cyber Attack, главная кибератака. А сегодня случилась главная кибератака. Если вы работаете в IT-службе или работаете с компьютером, вероятно, сегодня вы столкнулись с этим безумием. Особенно, если вы находитесь за пределами Российской Федерации, ведь Российскую Федерацию это практически не коснулось. Пять часов назад началось то, о чем сейчас говорят все. Говорят, что это, вероятно, самый большой сбой в работе интернета во всем мире. Самый масштабный сбой в работе информационных технологий в истории человечества. Это действительно похоже на глобальную массивную кибератаку. Глобальный технический сбой затронул системы в США, Великобритании, Германии, Японии, Израиле, Индии и других странах. И он ударил по всему. Супермаркетам, аэропортам, банкам, бизнесам, больницам. Это какой-то киберапокалипсис, в котором оказался виноват Windows и система безопасности CrowdStrike, которая и привела к глобальным аномальным сбоям. Прямо скайнет какой-то. И это влияет на все по всему миру. Авиакомпании прекратили полеты. Американцы приказали своим самолетам сесть, пока проблема не будет решена. Посмотри, к чему это привело на карте авиаперелетов. Небо над континентальной частью США опустело. Банки не работают, банкоматы, супермаркеты и многие другие места. Конечно же, веб-сайты, больницы, даже МРТ. Просто все эти вещи, к которым мы привыкли, все перестало работать. И это происходит глобально, хоть и не во всех странах, но масштабы инцидента такие, каких мы никогда не видели раньше. И, конечно же, уже есть оправдание, что это не имеет ничего общего с кибератакой. Ничего гнусного и опасного. Это просто случайность. Вроде загрузки какого-то программного обеспечения на огромное количество устройств с Microsoft Windows на борту по всему миру. Именно это и вызвало огромный перебой в работе в США, на Ближнем Востоке, Австралии, Европе и так далее. Это вызывает хаос везде. Почему это не вызвало масштабного хаоса в России? Потому что краудстрайк в стране практически не используется. Соответственно, пострадали те страны, которые его используют. У нас была неделя просто абсолютного безумия. Она была наполнена совершенно невероятными событиями, непредсказуемыми черными лебедями. Трамп словил пулю своим ухом. Байден, скорее всего, уйдет в отставку. И уже в ноябре, возможно, будут завершены войны в Израиле и в Украине. По крайней мере, так обещает Дональд Трамп. Есть несколько источников, которые говорят, что уже на этих выходных Байден уйдет из президентской гонки. А уже к утру понедельника мы можем получить нового кандидата от демократов. Вокруг покушения на Трампа крутится огромное количество теорий заговора, вроде BlackRock и Стрелок, связанные и так далее. И на этом фоне внезапно мы получаем этот хаос сегодня с глобальным интернет-соединением, Microsoft и Windows, который накрылся. И власти говорят, что в этом нет ничего плохого. Просто случайность. И я пока не совсем верю в это. Хотя я ни в коем случае не специалист в этом. У меня есть онлайн-бизнес, в котором я нанимаю IT-специалистов. Это, кстати говоря, мониторинг обменников ExchangeSumo.com. Но сам я в этой теме не профессионал. Но мне кажется странным, что это происходит на фоне остальных событий, особенно учитывая вот эту картинку. Это также должно напомнить нам, что большая часть нашего существования и наша повседневная жизнь связана с интернетом. Мы подключены к компьютеру. Даже оплатить продукты питания без него не очень-то и получается. Также вспомните, перестали работать даже банки и банкоматы. А это уже попахивает подготовкой к цифровой валюте Центрального банка. Ваши деньги на счетах в любой момент могут перестать быть вашими. Вот она, великая перезагрузка. Все еще чувствуете себя в безопасности? Я чувствую, потому что у меня есть биткоин. Биткоин нельзя выключить. Он не испытывает сбоев, как это делает Microsoft. Хотите сказать, что можно выключить биткоин, выключив интернет? Не беда, биткоин работает даже без него и даже на кнопочной Нокии. Даже если вы изо всех сил стараетесь жить без интернета или знаете о нем очень мало, это не имеет значения. Там все равно есть много всего, что в любом случае влияет на нас. И как я уже много раз говорил, кибератаки или какой-нибудь коллапс интернета будут, вероятно, почти такими же разрушительными для нас, как, скажем, отключение электричества или даже война. В этом мире все уже настолько связано и переплетено, что масштабная и крупная кибератака на интернет поставила бы нас на колени очень быстро. Мы даже летать перестали из-за сегодняшнего инцидента. Вот как быстро опустело небо над Соединенными Штатами из-за сбоя в интернете. И хотя некоторые из нас привыкли жить без него или даже провели большую часть своей жизни без него, огромная часть мира просто не может существовать без интернета. Так что это может стать одной из причин каскадного развития событий и вызвать хаос, который может привести к потенциальным воинам или военному положению, из-за которого в США могут даже отменить выборы. И вот это звучит уже странно, особенно учитывая то, что на Дональда Трампа было совершено покушение, как будто бы план Б. Что бы это ни было, похоже, им нужен большой хаос. И сейчас они говорят, что уже начали устранять проблему и что позже все должно прийти в норму. Так что вопрос остается открытым. Действительно ли это случайность или это был тест? Давайте протестируем и посмотрим, приведет ли это к сбою системы и каковы будут последствия. У нас был недоUN Second Dead that managed to shut down air travel, credit card payment systems, banks, broadcasts, streetlights, 911, emergency — — tut and so к — around the globe. Why is there not some kind of redundancy or some sort of backup? How is that one single software bug can have such a profound and immediate impact? Сегодня мы раскрыли огромный риск человеческой цивилизации. Это также показывает хрупкость нашей системы, что на самом деле не нужно много для того, чтобы ее обрушить. Достаточно вытащить одну карту из карточного домика. И я подозреваю, что то, с чем мы возможно столкнемся в ближайшие дни, недели или месяцы, будет очень катастрофическим. Мы даже не можем себе представить насколько. Сегодня масштабный сбой в интернете, которого никогда не было. Вчера в Чили было землетрясение 6-7 баллов. В Европе проснулся вулкан. Хуситы запустили беспилотник в Израиль, и он ударил по Тель-Авиву. И это шокирует, что эта разношерстная группа ополченцев, какая-то прокси-группа в Йемене, смогла провести беспилотник через весь Израиль, через все их системы обороны. Конечно, ожидается, что Израиль нанесет ответный удар. И, кроме того, усилились приграничные столкновения и проблемы между Израилем, Ливаном и Хезболлой. А в Европе тем временем рекордная жара. Так что то, что происходит, это не только про Трампа, Байдена, покушение и так далее. Мы должны осознать, что мы живем в эпоху хаоса. Мне это не нравится, потому что я люблю мир и спокойствие. Мысль о том, что есть части мира, где происходит апокалипсис, меня убивают. Сектор Газа, Украина, Сирия, Ливия и так далее. Но это такое время, в которое мы живем, и оно будет нарастать и становиться все хуже и хуже, пока не придет кульминационный конец. И мы должны быть готовы к этому. Жить в географическом месте, где можно избежать этого – хорошая идея. Подготовиться физически – хорошая идея. Подготовиться ментально и духовно – хорошая идея. Подготовиться в плане твердых активов – золото, биткоин – хорошая идея. Мы должны сохранять ясность ума, сохранять спокойствие и продолжать работать над достижением своих целей. Также мы должны повысить нашу общую готовность и наладить связи с окружающими нас людьми, чтобы у нас были те, на кого мы можем положиться, а они могли положиться на нас. Только так мы переживем все. Но, все равно, проживайте недоступную внимание на сценарий ужасающий сценарий для компенсационного кибератака, который приводит к полностью хороу, потребностей, здравоохранения, здравоохранения, в нашей социей, как в целом. В COVID-19 кризисе будет видеть в этом смысле как маленькая дистурбация в сравнении к большому кибер-атаку. В использовании кризисе кризисом кризисной возможности к рефлектирую на лекарствах кибер-секурии кибер-секурии кандидат и улучшить нашу подготовительность для потенциальной цибер-пандемии. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok